Всем привет, ребята, меня зовут Богатейши Ди, добро пожаловать в новое видео. Два события влияют на рост биткоина сегодня, и начнем с первого. Эти сообщения от службы поддержки Бинанса начали распространяться в сети сегодня утром. Я опубликовал их у себя в Телеграме. Поддержка пишет следующее сообщение. На прошлой неделе были сняты ограничения, лимиты в 10 тысяч долларов для российских аккаунтов больше не применяются. Официального подтверждения этому не было, поэтому в сообществе криптовалюты возникли предположения. Первое. Служба поддержки Бинанса что-то перепутала. Второе. Бинанс официально поддерживает санкции, но в реальной жизни нет. И третье. Биржа помогала кому-то обходить ограничения, и этот кто-то слил сведения в сеть. Forbes.ru сообщает, что криптовалютная биржа Бинанс отменила для россиян лимит в 10 тысяч долларов или евро на торговом счете. Однако запрет на вывод средств через P2P для россиян сохраняется. Бинанс уточняет, что теперь россияне могут хранить неограниченное количество средств на балансе. Администратор официального телеграмма Binance Russian также подтверждает, что лимит в 10 тысяч долларов на депозит отменен. Англоязычные источники, как мы видим, тоже об этом говорят. Эти позитивные новости привели к прыжку биткоина с 29 тысяч 200 до 30 тысяч 300 долларов. Однако за такими новостями мы не замечаем большую черную кошку в темной комнате. Несмотря на то, что Binance заявляет о соблюдении санкций против России, судя по всему, он одновременно с этим втихаря помогает россиянам обходить санкции. А это значит, что биржа Binance может привлечь внимание американских регуляторов и правительства. Ведь в США уже не один раз говорили о том, что стремятся предотвратить использование криптовалюты для обхода санкций против той или иной страны, в том числе и против РФ. Так, в указе президента Байдена 9 марта 2020 года перечислены способы уклонения от санкций, и криптовалюта тоже там представлена. А сенатор Элизабет Уоррен написала письмо министру финансов Джанет Йеллен с просьбой разработки сильных и эффективных процедур правоприменения в криптовалютной отрасли. Но кроме этого, на сегодняшний взлет главной криптовалюты повлияло и второе событие. Как мы знаем, Китай долго боролся с коронавирусом, и его экономика фактически была закрыта на локдаун долгое время. Но уже весной этого года они настолько открыли свою экономику, что впервые со времен вспышки заболевания даже границы теперь открыты для туристов. Не будем в это углубляться. Подытожим. Китай полностью открыл экономику впервые со вспышки коронавируса, поэтому все так прикованы к темпам роста Китая сейчас. Всем интересно, будет ли экономика Китая расти или падать, ведь страна снова открывается после прекращения большинства строгих ковид-ограничений, которые действовали почти три года. И разумеется, если экономика Китая будет расти, рынки воспримут это позитивно. Что ж, сегодня Китай дал обновление по состоянию экономики за первый квартал 2023 года. Да и вот, что мы получили. Рост ВВП Китая оказался выше, чем ожидалось, и в годовом выражении экономика Китая выросла на 4,5%. Это самые быстрые темпы роста за последние 12 месяцев. Кроме этого, и остальные экономические показатели тоже показывают рост. Так, например, розничные продажи выросли на 10,6% в годовом исчислении, это выше ожиданий в 7,4%. Промышленное производство выросло на 3,9%, это чуть ниже ожиданий в 4%. Инфляция упала до 0,7%. И, наконец, уровень безработицы, этот синий график, упал до 5,3% с предыдущего значения в 5,6%. В итоге ожидания от роста экономики Китая тоже выросли. Согласно новым апрельским прогнозам МВФ, экономика Китая будет расти в три раза быстрее экономики США в 2023 году. Ну а уже в 2024 в 5 раз быстрее. Интересно, что на этом фоне индекс доллара упал. А многие аналитики предрекают, что такой рост экономики Китая является еще одной угрозой доллару США. На этих новостях растет не только биткоин, но и некоторые фондовые индексы, например, на Йоханнесбургской бирже. Кто-то может сказать, что Китай лжет о своих цифрах, и, возможно, это так. Мы не можем сказать наверняка. Но есть такой индекс, экономический индекс неожиданности. Он показывает, насколько публикуемая правительством информация близка или далека от ожидания общественности. И если этот индекс находится в плюсе, значит, за последние месяцы большинство публикуемой экономической статистики оказалось лучше аналитики. И, как мы видим, для Китая, вот он, на третьем месте, этот индекс находится в плюсе. А вот для США в минусе. Это что-то, да значит. На этом все. Это было быстрое включение с причинами роста биткоина. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok